Столкнулся с такой проблемой, что на колесе, которому больше 10 лет, спускается воздух. То есть старый колесный диск 2007 года выпуска. Поставил на него новую резину и замечаешь, что примерно за полдня или за день спускается практически до нуля. Практически с утра уже машина стоит на ободах. Это касается только одного диска. Вроде мне его и почистили после этого. Специальной болгаркой уже старую краску сняли. Вроде ржавчину уже не было в месте контакта резины и диска. Но тем не менее, все равно спускает. Поэтому я поставил запаску. А здесь сейчас буду мыть этот диск. И погружу его в воду, чтобы понять, откуда выходит воздух. Ну, немножко его замочу так. Смотрите, сколько грязи. Шины Континенталь. Конти Эко Контакт. Эко, потому что типа мало расходуется резина, меньшая площадь контакта с поверхностью. Вот так вот тепленькой водичкой моет. Естественно, эти диски никогда никто при шиномонтаже не моет. Они жутко грязные. Вот так протирают их только на той поверхности, которая будет контактировать с резиной. Но еще одной из возможных причин, почему отходит, это, конечно же, является клапан, через который вы накачиваете колесо. Сосочек такой, ниппель, точнее его правильно называть. Я тоже его заказал, он стоит 74 рубля. Ну, и как вариант, еще один утечки воздуха. Это небольшое отверстие где-нибудь. Конкретно у данных шин говорят, по боковой поверхности достаточно слабое место. Отдельный вопрос, стоит ли ставить старую резину. Ну, я вот рискнул, поставил резину, которая такой же марки модели, но которой уже 12 лет. Она ни разу не использовалась, просто лежала в багажнике все время, защищенная от попаданий света. Ну, вот как-то так. Сейчас еще моющее средство нанесу. Разные моющие средства можно использовать. Попробую несколько типов моющих средств, потому что... О, чувствуете, слышите? О-о-о-о! Прямо откуда-то пузырится. Прямо звук, слышите? О-о-о-о! Так, осталось понять, где он. Слышите? Интересно. Прямо звук такой, слышите? Так, теперь по звуку будем искать, где же у нас протекает воздух. О-о-о! Ищи прямо! Будем слышать. Сейчас я послушаю и потом покажу вам. Ну вот, смотрите, здесь выходит, видите, пузырики? Вот прям пузырится здесь. Около буковки Т. Видите? Мылом налил. Прямо пузырится. Вот так легко найти место, где выходит воздух. Боковая поверхность. Ужас. Может, это некачественная производство? Ну, в общем, отмыл колесо, более-менее. Конечно, расстроился, что там такой какой-то точечный прокол. Вот, то ли это производственный брак, то ли это где-то что-то такое могло попасть. Но там нет какого-то сильного повреждения. Там именно какой-то точечный прокол, как будто его прям иголочкой буквально там. Вот, микроскопическое отверстие. Ну, через него вот всё выходит. Вот, буду смотреть в интернете, как можно заклеить это отверстие. Вот, с помощью чего? Чтобы это было надёжно. Ну, пока колесо, конечно, буду использовать в качестве такой вот запаски. Тем более, вы видите, в каком состоянии этот диск. Вот, то есть, причина оказалась именно в боковом проколе микроскопическом.